И вы в это не поверите. И я к этому отношусь тоже с некоторой степенью недоверия. Мне кажется, это чудом. И тем не менее, я в студии. Меня зовут Сергей Асланян. Здравствуйте, доброе утро в Москве, 11.05. Я дорвался до эфира, вы дорвались до меня. И целевая аудитория Финам.фм, я приветствую вас. И те люди, которые ходят за мной по различным волнам, я тоже уже вижу ваш след здесь и готов к общению со всеми вами. Со мной можно связаться, можно по телефону. Причем телефон, мне очень нравится то, что у него три последние цифры, полностью соответствуют нашему эфирм-диапазону. Звучит вся эта шифрограмма следующим образом. 651099,6. Ну, естественно, код города 495. Есть наш любимый смс-портал. Можно выйти на короткий номер 5533 и начать сообщение с буквы «Я», то есть обязательно написать букву «Я», дальше пробел и все, что вы считаете необходимым спросить меня. Это будет тот самый формат общения, к которому мы привыкли по моим предыдущим местам всплытия. Телефон вы слышали, смс-ки тоже есть. И на непосредственно сайте Финам.фм тоже вот, пожалуйста, уже пошли вопросы. Причем мне очень приятно, что многие меня встречают здесь с дифферамбами и восторгами. Не уверен, что заслужил их, но, конечно же, это приятно. А теперь о делах. Какое-то время мы не общались, поэтому накопилось их много. Но самое удивительное, что в нашей стране, как известно, все меняется за 20 лет, ничего не меняется за 200 лет. Поэтому очень многие проблемы носят сезонный характер. Ну вот никуда от этого не деться. Ну вот что бы ни происходило, какая бы у нас все-таки власть ни была на дворе, какой бы год и век ни стоял, тем не менее мы имеем одно и то же, но только всегда с разными последствиями. Вот обратите внимание, основным информационным рефреном прожитой нами недели в автомобильном плане был всего-навсего снегопад. Но вот всего-навсего прошел снежок, не самое уникальное зрелище для нас, не самое потрясающее явление. Но он очень сильно перепугал огромное количество людей, сидящих в креслах. Люди, которые ездили по дороге, мучились, начиная с прошлой пятницы, всю субботу и все воскресенье. В понедельник начался информационный шлейф, бац, и начались в кои-то веке административно-правовые последствия. У нас ведь полстраны, как правило, занимается выживанием, и в том числе на дорогах. Трасса Лена у нас непроезжая и непроходимая месяцев, наверное, 8 в году. По этому поводу в Москве не видно и не слышно. Ну, потому что трасса Лена убивается. У нас трасса Амур, она была открыта многократно, ее товарищ Путин лично открывал дважды. Один раз ленточку перерезал, второй раз на желтой колени обкатывал. Вот то, что она сейчас разваливается, и то, что там есть жертвы, об этом тоже ни слуху, ни духу, ну ни слова. Ну, понимаете, это далеко. А вот когда трасса Москва-Ленинград, она же питерская, она же М10, вдруг встала под носом у большого количества начальства, вот тут выяснилось. О, смотрите, проблемы есть. Начали искать виноватых. И рефрен, вот общий рефрен ситуации на дороге очень быстро ушел от первой причины к тому, кто же будет виноват, кого же наказать, и как же нужно на это среагировать. Вместо того, чтобы работать, вместо того, чтобы заниматься делом, вместо того, чтобы по большому счету просто чистить снег, мы с вами удостоились такого невероятного натиска административного, когда нам рассказали и показали обо всем, что будет на дорогах, кроме одного, кроме уборки снега. Причем, обратите внимание, как развивались события. У нас в воскресенье в небе геройствовал новый руководитель МЧС, человек бесспорно уважаемый, генерал-лейтенант Владимир Пучков. Но проблема в чем? Ведь он должен показать всей стране, что он не хуже, как минимум, своего пришественника Шойгу. Он бросился в вертолет, с неба посмотрел на то, как люди мучаются, усилил группировку. У нас это стандартный рефрен времени, чем у нас занимается МЧС. МЧС у нас усиливает, либо наращивает группировку. Бросились волонтеры, и потихонечку ГАИ стала помогать людям, нет, конечно, не чистить снег, а выживать в условиях всего-навсего снегопада. У меня приятель в этот момент оказался на трассе, как раз в этом проклятом месте. Он обратил внимание на то, какая разница в подходах была у МЧС и у ГАИшников. МЧС развернул полевые кухни, МЧС бросился по сусекам скрести и вытащил пожарные машины полноприводные, Урала в основном, для того, чтобы хоть как-то сдернуть с дороги застрявших несчастных людей. Причем ведь там не все вот эти вот нелюбимые нами дальнобойщики, которые назло ездят на огромных автомобилях и портят нам жизнь в действительности асфальт. Там же легковушки тоже погибали. МЧСовцы постарались им помочь. Чем занимались ГАИшники? Они об этом не очень сейчас говорят, но их же тоже благодарили. Водители и волонтеры, которые везли продукты и кипяток к терпящим бедствия, были очень признательны ГАИшникам за то, что те снизили ставки взяток. Они волонтеров проводили всего лишь за 300 рублей до места катастрофы. Представляете, обычно взятка большая, а тут человеческая в них проснулась. И взятки стали маленькие. Но мой приятель на Мане, который пошел длинным плечом в Питер и застрял как раз под Тверью, он по себе радиостанции поймал сигнал, призыв. Волонтеры ему сказали, приезжайте, у нас тут есть все, что хотите, кипяток в том числе. Когда он подъехал, он увидел удивительную, но совершенно традиционную и не обескураживающую нас своей привычностью картину, когда менты сгоняли волонтеров, потому что здесь не положено стоять, потому что не вам положено оказывать помощь населению. Не портите нам картину успешного преодоления всех трудностей на дороге, которые есть. Особенность власти. У нас все всегда хорошо. Бывают отдельные трудности, но у нас все всегда хорошо. И мы с вами увидели, как сильно перепугались люди в креслах. И прямо с понедельника, с электронного совещания у Пучкова, внеслась волна того, что у нас Дмитрий Медведев называл реагированием на вызовы времени. Первым, соответственно, МЧС реагировал. Причем только к среде до людей дошло, что именно предлагал Владимир Пучков. Он кроме борьбы со снегом предлагал разрешить людям в экстремальной ситуации, во-первых, покидать место ДТП, и тем самым он поднял тему Европротокола. И он предлагал людям иметь право ездить по встречке. Потому что именно вот под Тверью произошла эта неприятность, когда МЧСовцы сказали, мужики, дальнобойщики, ну-ка быстро, гаишные ключи в руки, разбираем отбойник, разворачиваемся и уходим. Гаишники попытались им воспрепятствовать. Ну, правда, они тут с большим прискорбием для себя узнали, что дальнобойщики — это сила. Эта сила их победила. И вот эти правовые последствия. Тут же всплыл разговор о Европротоколе. Минфин сказал, вообще-то мы готовы. И мы давно предлагали лимит ответственности поднять до 50 тысяч, и вообще мы за Европротокол. Гаишники сказали, так мы тоже за Европротокол. Нам тоже не нравится ездить на эти самые ДТП, тем более, когда они далеко. И мы прекрасно понимаем, что, конечно же, они перекрывают дорогу, и это всем неудобно. Внимание, вопрос. А почему у Европротокола должен быть лимит ответственности? Почему каждый из нас должен быть жестянщиком, маляром и мастером по агрегатной смене, и он должен срочно на месте происшествия четко прикинуть, в 50 тысяч он укладывается или нет. И был разговор, в том числе, от Минфина, что давайте мы для москвичей сделаем этот самый предел ответственности в 400 тысяч рублей. Внимание, вопрос. 19-я статья Конституции. У нас все в стране перед законом равны, вне зависимости от места проживания и социального положения. Либо всем 400, либо всем 50. А на самом деле не должно быть никакого предела, никакого лимита ответственности. Если железо пострадало, люди должны разбираться сами. Милиционер, полицай, гаишник. На место ДТП должен приехать только в одном случае, если есть пострадавшие. И вызывать на место ДТП желательно, чтобы его вызывал не обеспокоенный человек, хотя беспокойство это плюс в данной ситуации, а компетентный врач. Одно дело синяк и царапин, а другое дело оказание медицинской помощи. Да, вот это пострадавший в ДТП. Мы зовем милиционер, он оформляет аварию, он принимает уже непосредственно участие в этой ситуации. Почему мы всей страной должны мучиться? Почему мы должны ждать гаишника по любому поводу? И почему должен быть какой-то предел, под который, если мы не попали, то страховая компания оказывается выигрышей? И по этому поводу Юрий Демидов, начальник управления обеспечения общественного порядка МВД, как раз сказал, что, к большому сожалению, страховые интересы превышают целесообразность данных инициатив. Потому что наш страховой бизнес, это игра в одни ворота, он не заинтересован в том, чтобы, приняв деньги, отдавать их населению. И вот спасибо Владимиру Пучкову за то, что он затронул эту тему. Хорошо то, что и Минфин, в принципе, над этими проблемами думает, и даже гаишники, а гаишники, обратите внимание, все-таки их гаишный Нилов, он не чита Пучкову. Несмотря на то, чтобы они генерал-лейтенанты, но гаишник это сейчас выглядит послабее фигурой. Поэтому, если инициатива исходит из МЧС, то, соответственно, все остальные заинтересованные и слабо заинтересованные ведомства тоже принимают посильную часть и говорят, да-да, мы всегда за, ну кто ж против, да ну что вы, да мы вообще, мы свои родные, мы водители всегда готовы помогать по любому поводу, и уж тут-то, конечно, дайте нам возможность, выходят страховщики и уточняют, дайте нам возможность на них беспрепятственно заработать, и вот эти все ваши проблемы нас не интересуют, потому что, потому что население у нас вороватое, если у нас будет безлимит по авариям с жестянкой, тогда все тут же займутся страховыми мошенничествами, ну мы впрямую никого не обвиняем, конечно, но на всякий случай мы предупреждаем, нас разорят. А вообще-то страхование автомобилей, оно не является прибыльным, и прибыль у страховых компаний от того, как они используют эти деньги, то есть от, в том числе, инвестиционного дохода, а не впрямую от того, что они больше с нас собрали и меньше нам отдали. А наш страховой, в данном случае слово «бизнес» ругательное, построен именно по принципу «вы нам, пожалуйста, денег дайте и не просите, мы вам столько не отдадим». Сейчас я прервусь совсем ненамного, у нас будут новости гораздо более интересные, чем то, о чем я говорил, потом я к вам вернусь. Я опять с вами, вы опять со мной, на смс-портал пришла совершенно замечательная, очень короткая, лаконичная смс-очка. Рад вам. Спасибо, на самом деле, я вам рад еще больше, чем вы мне. Уже приходят вопросы. Как всегда, выбор автомобиля – это очень важная составляющая наших с вами разговоров. Вот прямо сразу, «Эксплорер», «Форд Эксплорер», станет ли он конкурентом «Линдкрузер 200»? На самом деле нет, потому что это два совершенно разных автомобиля. Про «Форд Эксплорер» мы привыкли понимать, подразумевать и верить в то, что это большая серьезная рамная машина. Причем ведь он свою внешнюю брутальность только подчеркивает, он ни в коем случае ее не утратил. Поэтому всем кажется, что вот, посмотрите, раз он такой здоровый, соответственно, он такой же и сильный. Машина сделана на платформе автомобиля, который уже сошел со сцены. Он сделан на платформе «Вольво С80» предыдущего поколения. То есть это, по большому счету, легковушка, просто в таком кузове, который действительно не может не нравиться. У «Форда Эксплорера» есть великолепное совершенно сходство с новым рейндж-ровером. Их довольно долго будут путать, и владельцы «Фордов», соответственно, более дешевых, будут выглядеть так же великолепно, респектабельно и дорого, как владельцы новых рейндж-роверов, хотя, по сути, автомобили разные. И вот новый рейндж-ровер, он крузаку, конечно, может быть конкурентом. А впрямую, только внешне сопоставлять можно «Двухсотку» и «Эксплорер». Но обратить внимание на нюанс. Ведь вся эта груда железа, рама, задний неразрезной мост, который у крузака, они нужны для серьезного бездорожья, с которым, как правило, никто из этих автомобилей не столкнется. Только по секонд-хенду автомобиль уже окажется, может быть, где-то в грязи. А так он будет у парадного подъезда во всей своей красе ездить, и радовать. Поэтому ему эта энерговооруженность, проходимость и блокировки не нужны. А «Форд Эксплорер», он прошел эволюционный путь, утратил их полностью, как атовизм. И на сегодняшний день выглядит так же замечательно. Обещает точно такую же брутальность владельцу. И ни в коем случае не провоцирует его на поездку в грязь. Тем более, что в ареале обитания людей с двумя миллионами рублей в кармане, как правило, грязи уже не остается. Поэтому он и «Эксплорер», я имею в виду, и не должен быть внедорожником. Конечно, жалко, что с точки зрения американцев мир становится асфальтовым. Это не так. Мы живем в стране, в которой, конечно же, асфальта еще на всех не будет хватать. А тем более, если еще снег выпадет, то мы даже не знаем, что с этим делать. Кстати, что делать со снегом? Удивительно то, что это многотомное, многосерийное обсуждение ситуации под Тверью так и не затронуло напрямую ДРСУ. Дорожное ремонт и строительное управление, те, кто с советской эпохи занимались обеспечением, не побоюсь этого медицинского термина, проходимости наших дорог. Дороги у нас были всегда плохие, но если бы при советской власти трасса на Европу встала, наши ворота в Финляндию были бы покрыты снегом и грузовики софт-трансавта забуксовали где-нибудь под торжком, то местный горком партии перед тем, как с инфарктом отправиться по больницам, он бы ДРСУ это сгноил бы силами УБХСС. Ну, естественно, партбилет на стол, но снег бы там расчистили. В конце концов, нашли бы просто лопаты и раздали всему персоналу, начинает секретар. Но такой проблемы не было. При советской власти, при всех ее минусах, дорогу вот эту нашу витрину в Европу, одну из двух, ее всегда чистили. А сейчас разучились, потому что есть такая неприятная система, как тендер подряд. Тендер выигрывает не тот, кто умеет, а тот, кто предлагает меньшую цену. Это порочная система. Если устроитель тендера по какой-то причине выигрыш присудит более дорогому, то он тут же получает обвинение в коррупции, и хочет он того или не хочет, он обязан назначить выигравшим в тендере фирму, вне зависимости от ее опыта и наличия техники и специалистов, предложившую наименьшую цену, что в результате и приводит к коллапсу на дорогах. Опять-таки, несколько слов об автомобилях. А, кстати, приятная реплика. Человек побежал, предупреждая всех в интернете. Ну да, вот тут потихонечку интернет уже наполняется. Девушка, стаж 2 года. Перед ней чисто эстетическая проблема. Suzuki SX4, полный привод на автомате, либо Opel Mokka 1.8 на автомате. Вот смотрите, какая штука. Suzuki SX4, про нее на самом деле из-за ценника мало кто что знает. У меня настолько пугающий ценник. Машина все-таки к нам пришла из, несмотря на то, что делается в Венгрии, но прайс-лист у нее отсчитывается, исходя из иены. Машина стоимостью в 700 тысяч, как правило, провоцирует людей чуть-чуть доплатить и купить себе полноценный кроссовер, а не машину. Все-таки легковую, хотя и полноприводную. SX4 это великолепный автомобиль под отточенную управляемость, рассчитанный на знатока. Вот девушка, воспринимающая автомобильчик Suzuki как детскую игрушку, она, как правило, не понимает всего потенциала, скорее всего, не раскроет его, не воспользуется. И даже полный привод ей здесь не очень нужен, не очень он ей в помощь, тем более, что по геометрии, из-за того, что там редуктор задний висит довольно низко, она скорее потеряет, чем приобретет проходимости, благо воспользоваться толком не сможет, а зацепиться там уже есть чем. Задняя подвеска якорит, конечно, эту машину всерьез, нужно уметь ездить. Но сам по себе Suzuki SX4 есть и безносительная девушка. Великолепная машина, просто она со своим пластмассовым салоном, достаточно китайским, не смеет столько стоить. Но реальность такова, что стоит. Opel Mokka, это красотуля, это машинка модненькая, когда она к нам сейчас придет, она потихонечку уже крадется на автовозах и на кораблях, пома идет к нам и вот-вот придет. Нюанс в другом. Первый год никакую машину никому не советую покупать. Первый год это работа над ошибками. И Opel Mokka, у него все-таки от Opel только логотипчик, а так-то машина не обольщается, она же не в Германии делается, она же корейская. Хотя на самом деле тут сейчас идет разговор о том, что она еще будет, наверное, румынская. И у этой машины у нее будут, к сожалению, хотим мы того или нет, родовые болячки, будут отзывные компании и девушка с этим может не справиться. Не надо. Первый год, подождите, скорее всего, ваша девушка сейчас не ходит пешком. Либо вы ее носите на руках, благо вы настолько заботливая, либо она на чем-то катается. Поэтому пусть она спокойненько доездит эту технику, годик пройдет и выбирая между красивым и некрасивым, конечно же, берите Mokka, потому что Mokka, она просто дизайном берет. Если девушке машина нравится, они дружат, машина служит долго и не ломается. Если девушке вы рассказываете о том, что перераспределение крутящего момента по осям делится в оптимальной пропорции, она вам не внемлет. И купить с такой мотивацией машину себе не позволит и вам, кстати. Mokka ровно через год и будет все совершенно замечательно. Еще одно интересное письмо. Приветствую. Как можно заставить правительство дать достаточно денег на правильную укладку асфальта с небольшим скосом к краю, дабы вода стекала в придорожную каналу, а лучше в канализацию или водоотвод? Ведь реагенты растапливают снег. Ну, дальше идет разговор о том, что выбрать между Duster и New Action. У нас мало кто об этом тоже знает. Две трети федеральных целевых программ, то есть это те деньги, которые из бюджета идут ни на что. Мы не знаем. У нас есть целевое направление, когда эти деньги идут, например, на дороги, эти деньги на пенсионеров, эти деньги на Олимпиаду. И есть еще федеральные целевые программы. Две трети федеральных целевых программ нашей страны, они идут тоже на дороге. У нас в асфальт закатывается больше всего денег. Мы столько не тратим ни на одно другое направление нашей деятельности. У нас триллионы туда уходят, но благодаря тому, что все это не очень под надзором, благодаря системе тендеров и благодаря тому, что у нас есть Росавтодор, начальника которого благополучно выкинули товарища Чебунина, но, к сожалению, взяли следующего, который пока себя никак не объявил и ничего толкового еще не заявлял и не говорил о том, как он будет работать. То есть нет уверенности в том, что Росавтодор нам поможет, а благодаря всей этой ситуации, как уверяют независимые эксперты, откаты именно в дорожно-строительной сфере давно уже перевалили за отметку, вот внимание, 400%. То есть вот если откат составляет 400%, то на строительство в принципе денег уже не остается. Вот как ты не крутись, а уже не из чего делать. И даже в мелочах, ведь мы с вами помним, что каждый год нам по телевизору показывают какую-нибудь тетушку, она говорит, вы знаете, наша ДРСУ сейчас освоила ямочный ремонт, посмотрите, какую мы хорошую смесь заливаем, все будет замечательно, здорово, и эта пломба продержится. А вы знаете, что не существует такого понятия ямочный ремонт. Его в принципе нет, а ассигнования на него, как мы видим, есть. И когда вы ставите вопрос, а сколько же денег, и как бы заставить, и чтобы дорога, и чтобы реагент, и чтобы он в ливневку, это все, если посмотреть на бумаги, давным-давно проработано. Нам не нужно никаких новых сверхусилий, новых законов и новых бюджетных ассигнований для того, чтобы эта система заработала. Нужно, чтобы просто система заработала. Почему она не работает, это вопрос к тому, кто эту систему организовал. На дороге мы тратим невероятное количество денег, а Владимир Владимирович нам сказал, что в ближайшие годы он планирует по одному триллиону, а всего на ближайшие 8 лет 8 триллионов рублей направлять на дорогу. На что товарищ Чебунин тогда еще ныне в отставке, а в тот момент руководитель Росавтодора ничего не сказал, но Росавтодорцы сказали, Да, мы знаем, у нас 42 тысячи деревень, не привязанные асфальтом к дорогам, поэтому мы сейчас займемся, да, конечно же, этой серьезной проблемой. И начнем мы именно с тех, у кого дистанция от забора до большой земли 5 километров. Поэтому эксперты посчитали, что Росавтодор планирует решить эту проблему через 261 год. А у нас есть еще один чиновник в правительстве, он занимается регионами, он сказал по-другому, он тоже, кстати, выходец из Росавтодора, он сказал, в принципе, для того, чтобы решить дорожную проблему, нам достаточно всего тысячи лет. Владимир Владимирович считает, что достаточно 8 триллионов. Это я так витивато ответил на ваш вопрос. У нас все есть для того, чтобы хорошо жить и ездить по отличным дорогам. Что-то где-то просто, видимо, в консерватории нужно подправить, самую малость. Добрый день, Сергей, что можете сказать про Citroen DS5, имеет ли смысл брать гибридный вариант? Гибридный вариант не имеет смысла брать ни у какой фирмы, даже если это Ferrari. DS5, на мой субъективный взгляд, одна из лучших машин, и ее подвеска Гидрактив 3+, очень хорошо отработана, проблем с ней нету, но Citroen DS5... А, простите, DS, вот она аберрация, я вам про C5, а это DS5 без гидрактива. DS5, это просто очень красивая машина. Вот опять Сергей Асланян, я с вами, я продолжаю наслаждаться общением, вы задаете вопрос, я потихонечку на них отвечаю. Приходят реплики, но практически молчит телефон. Напомню, код города 495, сам номер 6510996. Я восторгаюсь тем, что 996 совпадает с нашим FM-диапазоном, мне очень нравится эта особенность нашего телефона. СМС-ки на сайт 5533, буковка Я, дальше пробел, потом ваше сообщение. Ну, по-прежнему на сайте Finam.fm, причем финам.fm, это расширение, обычно все привыкли, что зона ру, у нас очень хитрая зона здесь. Это зона FM, пожалуйста, тоже пишите. Кстати, реплика пришла по поводу того, что при советской власти гаишникам раздали бы лопаты, целиком с вами согласен. И, кстати, в соответствии с законом о милиции, гаишник во все времена отвечал за состояние дороги. Если на дороге что-то не то, именно гаишник должен был принимать меры. То есть он либо звал всех на помощь, кричал, ну-ка, быстро мне чистите, либо он выходил с красным флагом и кричал, товарищ водитель, дальше не езжайте, впереди Россия, отступать некуда, позади Москва, дорога перекрыта. Либо он брался за лопату, хотим мы того или нет. До нас дозвонился Антон, сейчас попробуем связаться. Антон? Алло, доброе утро. Не получилось. Это, на самом деле, у меня соотношение кнопочек и клавиш такое большое, что пальчиков не хватает. Сейчас я попробую еще раз угадать. Ну, тут определенная технология, она каждый раз требует подхода. Так, посмотрим, что происходит. Нет, на самом деле, знаете, я умею пользоваться многими девайсами, но с телефоном у меня большие проблемы. Нелегко это, поэтому ваши вопросы. Телефон у меня не работает в моем исполнении, простите. Есть еще один вопрос по поводу Фриландера 2 с турбодизелем. И самое главное здесь послесловие к его гарантийному сроку. Лендровер недавно заявил, что они пересмотрели свое отношение к клиенту и увеличили этот самый пресловутый гарантийный период. Межсервисный пробег. Там подоплека ведь вот в чем была. Все владельцы лендроверов в какой-то момент в одностороннем порядке вдруг получили не то чтобы уведомление, а ультиматум от производителя, что теперь они должны приезжать не раз в год, а раз в 6 месяцев. И соответственно раз в 12 тысяч километров. Хотя на самом деле и по английским документам, которые Салихала приходит, и по сервисным книжкам, и по регламентным требованиям, и по тем приложениям, которые были к договору о покупке, пробег межсервисный подразумевал интервал в год и большую дистанцию. Здесь ее сократили, при этом увеличили стоимость. И мало того, что увеличили стоимость, добавили настолько несущественные операции, что стало не совсем понятно с чего вдруг. Ясно конечно, что за этим стоит попытка дилера выживать, но не стоит задача заботиться о клиенте. Поскольку такие сервисные, например, функции, как проверка ремней безопасности за 1000 евро, это все-таки перебор. Клиенты очень сильно обиделись, они взялись за этот вопрос серьезно, они атаковали московское представительство лендровера, они стали раскачивать лодку и достучались до непосредственно штаб-квартиры в Англии. И вот тихонечко на сегодняшний день уже пошла информация о том, что опять безопасно покупать лендровер, что в России он не ломается с такой периодичностью и что на самом деле все нормально, раз в год уже можно. Сейчас мы еще раз попробуем заняться телефонным звонком. То есть вот к разговору о Фриле, Фрил покупать можно, потому что с сервисом у него все в порядке, Антон тем не менее настойчив, за что Антону я очень признателен. Сейчас мы будем выводить меня на звонок и Антона соответственно тоже на этот звонок, может быть мы с ним пообщаемся. Так, Антон. Алло, добрый день. Антон, я счастлив, здравствуйте. Сергей, добрый день. Хотел первое сказать быстро, очень рад вас слышать, безумно, вот прям клянусь, просто ждал вас, когда вы наконец будете в эфире. Антон, я в восторге, спасибо вам. Честно. А вопрос у меня в чем? Сейчас у меня Шкода Октавия турбовая, продаю, хочу взять какой-нибудь паркетник и вопрос. Сузуки Грамм Твитара или РАВ-4? Вы собираетесь на этой машине как далеко ехать? А работаю в области и в основном ездит по области. Вы какое-то серьезное бездорожье подразумеваете? Нет, Сергей. Тогда берите РАВ-4. Несмотря на то, что эта машина, как любая Тойота, она переоценена, то есть ее продают дороже, чем она стоит. Но при всем при том, это очень хороший паркетник, он лояльный и гуманный. Грамм Твитара, она чем хороша? Тем, что это на самом деле серьезный внедорожник. У нее, ну, лукавая, это называется, интегрированная рама, но у нее действительно довольно прочный кузов. У нее в раздатке есть понижайка и у нее постоянный полный привод. Поэтому, когда вам нужно будет на Гранд Витари уехать туда, куда скрылся только что УАЗик, в принципе, вы на этот рискованный подвиг будете, ну, даже с каким-то расчетом на победу идти. А вот на РАВ-4 этого делать ни в коем случае не надо, но если у вас бездорожье, удобней, правильней и, в принципе, добрее, будет, конечно, РАВ-4. Потом у РАВ-4, когда вы будете его продавать, очередь выстроится, а на Гранд Витари она не выстроится. — Большое вам спасибо за ответ. Побежал всем рассказывать, что «Слонян» на «Финан» сейчас работает. Спасибо. — Спасибо вам. Кстати, к разговору о паркетниках. Ведь на вот этой неделе еще одно любопытное событие. Грянула локализация у «Шкоды Йети». Эту машину, ее потихонечку у нас производили, но одно дело, когда шла работа на Калужском заводе, и совсем другое дело, когда ее бросили на растерзание нижегородцам. Вполне понятно, что происходит в Нижнем. Горьковский автозавод, он свое легковое направление закрыл. Многолетнее созидание «Волги» привело к полному краху этой идеи. Не получилось у ребят. Руководящий предприятием «Швед» Бо Андерсон, человек GM-овский, очень толковый, потрясающий совершенно менеджер, преклоняясь перед тем, как он борется за завод, перед тем, как он пытается найти ему смысл существования, и очень вовремя Бо Андерсон договорился с своими коллегами по Западной Европе, в данном случае с группой «Фолькшваген», о том, чтобы к нему пришли на контрактную сборку. В принципе, контрактная сборка и вообще вот эта контрактная работа, она нам известна. Ну вот, например, фирма «Левайс», она же сама джинсы не шьет, она дает по контракту кому-то. Объявляет тендер, приходят разные люди и говорят, ну, знаете, мы, в принципе, тоже можем. Дайте нам лекало, дайте нам ткань, и все у нас получится. И это нормально. В автомобильной практике всегда возникает вопрос качества. Ведь на Горьковском автозаводе пролетариаты такие крепкие ребята, которые горды своими революционными традициями. Они запалили массу усадеб вокруг, вообще комсомольской стройкой, когда-то это было. И все-таки высший шик слесаря-сборщика Горьковского автозавода советского периода – это не закрутить колесные гайки, потому что он же слесарь, че, ну это пусть водила там закручивать. Поэтому количество убиенных на свежих «Волгах», оно прямо там за воротами было равно местному городскому кладбищу. И вот туда отдают столь высокотехнологичный продукт, как «Шкода Йети». Конечно, это вызывает содрагание. И я полгода тому назад общался с одним из руководителей подразделения «Шкода». Мы с ним пересеклись на Женевском автосалоне. Я у него спросил, ну вот вы же понимаете, насколько здесь серьезный риск, в том числе и репутационный. И понятно, что, естественно, дилерская сеть, развитая, она возьмет на себя все грехи сборки. И если где-то будут косяки у горьковчан, то так уж и быть, по гарантийным обязательствам клиенты не бросят, ему помогут. Хотя, конечно, осадочек-то останется. Ложки вернулись, а потом ощущение, что в этот дом в гости не ходи, оно остается надолго, иногда передается из поколения в поколение. «Шкода Йети», полная сварка кузова горьковскими руками, покраска горьковчанами, до сборка всего. Пока еще, к счастью, не дошло до моторов. То есть моторы идут на Болеславской сборке, нормальной, чешской. Что в результате, какой продукт получается. И мне этот немец сказал, что, во-первых, конечно же, мы никогда не идем туда, где просто. То есть мы не приходим в ту страну, в которой уже все готово, развиты автопромы, мы же не делаем свои машины в Японии. Мы постоянно то, со своим проектом Volkswagen, например, встреваем в Китае. В Китае было очень сложно. Мы осваивали Латинскую Америку, мы осваивали Африку. И там тоже не было культуры производства, там была масса трудностей. И люди не готовы, и, соответственно, с локализацией были трудности. Но в Китае локализация, да, она оказалась проблемой решаемой, потому что туда сразу пришел пул производителей. У вас в России приходится создавать с нуля всю инфраструктуру по номенкатуре тех деталей, которые нужны. Потому что у вас даже глушитель собрать некому, не говоря уже о моторе. Но упор, конечно же, на профессионалов, на подготовку людей. И поэтому несколько миллионов евро ушло на создание учебного центра. И в этот учебный центр, кроме длинных хлыстов и тисков, закупили еще наглядные пособия и пригласили в том числе чехов, людей, говорящих на русском языке, занимающихся не только дрессировкой персонала, но и обучением. Понятно, что дрессировка, она существенней. Открываешь первый том по дрессировке собак и смотришь, как нужно, например, выработать условный рефлекс, чтобы он не забивал резьбовое соединение кувалды, чтобы он гаечным плечом пользовался или пневмогайковертом. Со временем потихонечку это будет происходить. Но вот сейчас, тот самый момент содрогания, когда Шкоду Йети я не советую. Погодите, пусть они учатся не на вас. И на Шкоду Йети, конечно, колоссальная ставка, потому что контрактная сборка подразумевает огромные цифры. И в целом в нашей стране производство всей группы Volkswagen должно к 2016 году выйти на 357 тысяч. В Volkswagen, в Skod, в Audi. Это очень серьезная заявка. Чем хорош Volkswagen? Он не сдается. Встряв в нижегородское производство, они будут биться до последнего. А поскольку это индустриальный край, то там большая высокая конкуренция. Это в Калуге нужно было по деревням ходить и ловить крестьян и говорить им, ребят, есть зубная щетка, есть мыло и возможность спать на чистой простыне. Давайте попробуем это сделать. А вы в довершение ко всему получите зарплату и еще очень неплохую работу. И люди ходили, смотрели, некоторым понравилось, они остались. И сейчас неплохо собирают автомобили на Калужской промплощадке. И у них не было бэкграунда советского автопрома. В данном случае это был плюс. У людей, которые в нижнем, у них есть бэкграунд советского автопрома. И у них есть вот эта, к сожалению, пролетарская гордость за криво заколоченную гайку. Это ведь доблесть слесаря, а не брак в работе. Но немцы собираются с этим бороться. И именно поэтому тренеров чехов они привезли, говорящих на русском языке. И в том числе тех людей, которые прошли через становление производства в Китае и в Африке. И они сказали, мы добьемся успеха, я этому человеку верю. Потому что они не собираются просто прийти, срубить денег и разбежаться. Они пришли сюда всерьез и надолго. Заводы они ставят всерьез и надолго. И по большому счету на контрактной сборке в нижнем они собираются оставаться даже сверх того оговоренного восьмилетнего срока. Но на сегодняшний день моя любимая машина Skoda Yeti, это очень большой эксперимент. В первую очередь эксперимент над персоналом, поэтому пока... Знаете что, давайте вот калужская сборка была. В крайнем случае возьмите эту машину из Белоруссии, потому что туда она приходит не от нас, а из Млада Болеслава. Звонки, кстати, поступают. Сейчас поэтому я попытаюсь взять Михаила до новостей. Потом посмотрим, как у нас сложится ситуация. Так, я нажимаю заветную кнопку, и я не уверен, что у меня все получится. Так, наверное, это Михаил. Алло. Михаил, я счастлив, что вы дозвонились. Да, спасибо, Сергей, это Михаил. Сергей, хотел бы услышать ваше мнение. Я обладатель Outlander XL 60-го года. Так. Хотел бы что-нибудь брутальнее, такое повнедорожнее. Вот. Ну, выбор между тремя автомобилями. Discovery 4, где-то 2-3 года БУ. Или новый Pajero, или новый Prado. Ну, где-то в районе 2 миллионов. Вообще, новая Pajero, если вы хотите именно машину для того, чтобы ее потом где-нибудь похоронить под грибами, ягодами в лесу, в далеком, то лучше брать, конечно, машину с гарантией, потому что, когда вы Pajero привезете обратно, вы скажете, а что случилось? Да ничего, вот я просто утром вышел, смотрите, мост отвалился почему-то, задняя подвеска. Машина с гарантией, это всегда интереснее. И Pajero, особенно Super Select, он позволяет вам выезжать из серьезных дорожных ситуаций. Prado это грузовик, а Disco 4 это очень тяжело. Сейчас я прервусь на новости, потом мы с вами продолжим этот разговор. У нас осталось полторы секунды, и я выключаюсь. Тут и я, я с вами. Телефон прямого эфира, код города 495, дальше сам телефон 6510996. СМС портал 5533, начинается с буквы «Я», дальше пробел, потом ваше сообщение. У нас с вами еще очень много времени для того, чтобы хорошо поговорить обо всем. Пришло интересное сообщение, когда же у нас наконец изменятся пошлины, ведь мы вступили в ВТО. На самом деле, это не мы с вами вступили в ВТО, это они вступили в ВТО. Вступление в ВТО было не для того, чтобы у нас здесь подешевел товар, а для того, чтобы мы то немногое, что продаем за рубежом, по большому счету, могли продавать с меньшими потерями. И если вы помните, у нас 7-летний мораторий, мы потихонечку, с одной стороны, взяли на себя обязательство снижать вазные пошлины, а с другой стороны, у нас есть методы противодействия, вот утилизационный сбор мы уже ввели, как раз для того, чтобы ни в коем случае не произошло пришествие к нам секонд-хенда. Машины за рубежом 3-4-5-летние, они настолько превосходят многое из производимого у нас, что являются врагами, в первую очередь, конечно же, автоваза. Во вторую очередь, того ценообразования достаточно порочного, когда автомобили, выпускаемые здесь, у нас, на российской территории, они несут в ВИН-коде буковку, означающую производство в России, то есть это наши русские автомобили. Продаются они так, как будто нам их забрасывали с Марса, либо привозили DHL лично вам в руки, в конверте, и стоимость доставки была абсолютно какая-то несуразная. Обратите внимание, ведь у нас как сильно исказилось представление о том, что такое бюджетный автомобиль. У нас бюджетность – это такой символ, ну, некоторого голода, некоторого нищенства, да, бюджетная машина, подразумевается, что она простенькая, убогенькая, но почему эта бюджетная машина стоит полмиллиона? Полмиллиона – это колоссальные деньги. Как так можно было доиграться, чтобы мы, с одной стороны, покупали товар, адресованный очень несостоятельному человеку, а при этом ценник на него при прочих равных условиях всегда был полмиллиона? У нас есть несколько машин, которые сильно за 300, то есть где-то с 400, но все остальное 500. Сейчас, кстати, приходит по инсандерской информации за очень интересную цену нового Nissan Almera вазовской сборке. Никому об этом не говорите, на него будет назначена цена в 429 тысяч с мотором 1.6, мотор у него один-единственный. То есть бюджетных станет больше, но даже 429 тысяч – это вообще-то огромные деньги. Вот я ни разу не видел валяющимися их на дороге. Сколько раз ходил, под ноги смотрел, как Саша Корейка, ни разу не было такого, что бац, 429 тысяч лежат. Дай, думаю, новую машину куплю, бюджетная, практически на одну свою первую зарплату. Не происходит такого. У нас телефон на Евгении. У нас сейчас попробую еще раз попасть пальцем в кнопку. Не уверен, что мне это удастся, но, по крайней мере, буду пытаться. Алло? Алло, Евгений. Алло, Сергей, здравствуйте. Наконец-то мы вас обнаружили. И очень рад этому. Я тоже рад. У меня вопрос вот какого характера. У меня была Хонда CR-V, предпоследняя версия. Да. А вот сейчас езжу на Opel Astra. Но супруга как-то вот постоянно задает вопросы, когда будет рестарт. Вот. Последний, хотел бы услышать ваше мнение о последней Хонде CR-V. Мне эта машина нравилась, она удобна была вообще-то, на самом деле. Ну, так получилось, что поменял, сейчас хотим как-то по-другому посмотреть на эту машину. А на самом деле вам хочется вернуться на полный привод и на большой универсальный кузов? Удобный. Ну, наверное, так. Ну, да, тем более Astra, она молодец, она достаточно прыткая и, кстати, очень красивая, но при всем при том, она же низкая. А после того, как вы привыкли к большому колесу и к возможности взгромоздиться на бордюр, очень не хочется терять бампер Astra в банальном сугробе. CR-V обещает быть интересной машиной. Это не новая модель, в том смысле, когда новизна там ее, на самом деле, украсила всерьез. Это рестайлинг, то есть, по сути, это платформа предыдущей машины, там подвески, база, все то же самое, даже двигатели те же самые. Она переоформлена в новый кузов, конечно, у нее другие настройки, тем более при всем при том, что у фирмы Honda очень серьезный кризис. Инженеры фирмы Honda, они не в ответе за маркетологов, назначающих странную цену, и работают они по-прежнему очень серьезно. Сам по себе аппарат достоин, но нужно посмотреть, что они изменили. Я, на самом деле, жду подвоха по экологическим нормам. Очень многие современные японские машины, японские в первую очередь, приходящие к нам по Евро-5, а некоторые по Евро-6, как, например, Mazda CX-5. Вот эта штука! Вот она уже никуда не едет, и что с этим делать, непонятно. На газоне смотрится великолепно, но чтобы ее распинать, ее нужно куда-то взгромоздить всем двором на горку, и при попутном ветре потом спустить, тогда поедет быстро. Вот это вот трудно. На самом деле, вот есть ощущение, что мы с Михаилом как-то не договорили, и есть подозрение, что он у нас еще находится на линии. Разговор, если помните, был до новостей о том, что между Discovery 4 и 2-3-летней давности, новым Prado или новым Pajero, Михаил выбирал, но никому не советую никогда поддержанной Discovery. Анекдот о том, что владельцы Land Rover не здороваются вечером, потому что с утра они виделись в автосервисе, он актуален, и в том числе для этой модели. И не обольщайтесь, что Land Rover это покоритель бездорожья. Это очень красивая машина, она требует умения, она требует навыка, и в том числе, знаете, подвеска, когда на горном серпантине она сказала всей своей пневмосистемой, я устала, сдулась и легла на грунт, сказала, я тут полежу, отдохну, а потом мы с тобой поедем. Для внедорожника? Ну, это, по-моему, все-таки перебор. У Prado и у Pajero такого не происходит, хотя, если вы хотите настоящий внедорожник, то он называется Pajero Sport. И Super Select у него тот же самый, но у него рама, сзади балка, очень серьезные грузопассажирские возможности, и не зря по ралли-рейдам на Pajero Sport ездят, а на просто Pajero у нас только катается ее мобиль, хотя, конечно, это не просто Pajero. Телефон продолжает. Телефонное общение по номеру код города 495, сам номер 6510996 раскаляется. Вот я сейчас попробую попасть пальцем еще в одну кнопку. Конечно, на следующем эфире я уже буду мастером, а сейчас я пока не мастер. Я поэтому пытаюсь взять линию номер 2, говорю это для всей той группы поддержки, которая невероятно сопереживает вместе со мной. Я сейчас нажимаю на эту кнопку, посмотрим, чем все закончится. Так, тут должен быть Константин. Я не уверен, что здесь есть Константин. Я Константин, здравствуйте. Это же здорово. Константин, я рад вас слышать. Здравствуйте, у меня вопрос о дорогих автомобилях. Я хотел бы, если можно, я хотел бы спросить, я езжу на Ауди А4, двухлитровый, турбо, 212 лошадей. Я начал ездить года три назад и обнаружил, я езжу иногда из города в город по шоссе, и обнаружил, что эта машина очень легко обгоняет фуры, очень быстро, обладает приемистостью в диапазоне скоростей от 90 до 140. И вот мой товарищ сказал мне недавно, что БМВ лучше. Причем я пробовал на А6 и на А4, и А4 мне показалось гораздо приемистое в этом диапазоне скоростей, и, соответственно, безопаснее, потому что фуры часто встречаются. Вот. И, ну вот, мой товарищ говорит, что БМВ лучше. Я хотел бы ваше мнение узнать. Константин, на самом деле, сейчас очень много автомобилей, у которых целых два труба наддува стоит, и каждый из них как раз рассчитан на то, чтобы, например, компрессор или одна из турбин подхватывали снизу, а в верхнем диапазоне, то есть, когда вы едете, 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 и вам кажется, что что-то я сплю, что-то вот эти деревья вдоль меня забор не напоминают, хочется, чтобы все-таки пейзажик сменился. Наступаете на педаль, и оно полетело. И это полетело, оно, по большому счету, в арсенале у каждой фирмы. Даже такая, казалось бы, тихая машинка, как Вольво, у нее дизель, например, D5, он двухтурбовый, и сейчас, когда его поставили в 60-ку, если вы на D5 наступаете на педаль, эта штука стреляет практически на любой скорости. То есть, хотя, казалось бы, это Вольво. И у BMW тоже есть очень неплохие автомобили, просто BMW – это же фетиш. Ведь кажется, что BMW, она не ломается, живет она вечно, на дороге она стоит, как влитая, не забывайте, задний привод, с ним надо уметь управляться, потому что задний привод хорош ровно до тех пор, пока поют птички, и у вас ровный асфальт. А вот когда пейзаж меняется, выясняется, что на заднем приводе надо уметь, и он очень коварен. И BMW по количеству проблем, например, с двигателем, она не сильно отличается от любого другого автомобиля, поэтому ценник вы меняете, ускорение на каком-то этапе – да, количество послесловия, проблем и вопросов, оно может вас изумить. Но вот поиск здесь, ищите любую совершенно машину, которая вам будет по карману и нравится внешне, с двумя турбинами. Либо с компрессором и турбиной, либо с двумя турбинами, как, например, это на ТСАевских моторах всех Вольксвагенов. У Шкоды они как раз с одной турбиной, а на ТСАях они, ну, например, у Сирока. Сирока ведь это потрясающий гоночный автомобиль. Мало кто на нем ездил, их не так много продают, но у этой машины ускорение идет на любой скорости. Вот на какой не наступи на педаль, вот на такой она летит. Но как любой спортивный снаряд, она тоже требует навыка. Если оставаться вот в группе, например, Вольксваген, Ауди и не бруталец с размером, то можно и на Сирока. Эта машина будет фантастической, но она скорее летняя. Зимой вы с ней уже не справитесь, тем более, что у нее лапки такого типа размера, когда зимнюю резину подобрать под нее будет довольно трудно. То есть это нелегкая работа поиска машины, ускоряющаяся после 90. Обычно все производители стремятся к тому, чтобы до 90. Мне очень нравится старенькая машина, которую сейчас можно купить уже по дешевке, Ламборгини Диабло. Ну, это летательный разговор, он на самом деле не имеет финала, потому что если взять хороший пакетик для того, чтобы туда капли сладкие слюнки, то разговор о том, какую машину можно взять для того, чтобы она летела быстрее после 140, а, например, и после 200, предела не имеет. У Jaguar есть несколько хороших моделей, у Ferrari есть несколько очень достойных автомобилей. Сейчас я попытаюсь пообщаться с Иваном, я не уверен, что это получится, но я из тех диких кнопок, которые здесь на меня сейчас призывно смотрят, выбираю ту, под которой, как мне кажется, как раз Иван и должен будет ответить. Посмотрим, получается или нет. Иван, знаете, мне везет сегодня, я рад вас слышать, Иван. — Здравствуйте. У меня такой к вам вопрос. У меня Renault Velsatis 2002 года, 3,5 литра. Машина замечательная, 5 метров, огромный салон, большой багажник, но в городе не очень удобно ездить. Паковку найти сложно, очень сложно в паркованных... — Иван, а где вы достали Velsatis? Их две штуки было в нашей стране. — Ну, как бы он помог отец, на самом деле, в свое время. Эта машина принадлежала хозяину дилера Renault. — Понятно. Это одна из двух. — Да, наверное, одна из двух. Очень хорошая машина, неприхотливая. Недавно я в Белоруссию ездил. Ну, машина замечательная. Но все же, говорю, в Москве неудобно. — Ну, Иван, на самом деле, простите, что перебиваю, на самом деле, это не машина неприхотливая, это вы неприхотливый. — Не-не, я понимаю. Я очень люблю ее, в принципе, но, конечно, на новую машину все равно хочется, и с временем нужно меняться. — А что там у дилера? Никто из начальника больше ничего не продает. У нас, кстати, с вами мало времени. Вы к чему склоняетесь? — Я хочу спросить, поменять на Volkswagen Golf 7 стоит ли его ждать, на самом деле? — Да, это интересная машина, это кардинально другой аппарат. Вы переходите в другой класс, его имеет смысл подождать, но, опять-таки, вы держиваете паузу в год на всякую новую машину. Вы не поверите, мое время в эфире потихонечку заканчивается. Через неделю мы с вами услышимся. До свидания.